Субъективно, конечно, есть новости, которые, не знаю, трогают сердце ближе, не просто ближе, эти новости, по моему характеру и вообще по моему воспитанию. Так вот, для меня, что меня реально поразило на этой неделе, это то, что, будем считать так, скажем, если делать заголовок, официально установлено, что у России есть государственная программа похищения и перевоспитания украинских детей. Вот, и это меня, конечно, то есть, нет, мы об этом уже говорим год практически, и президент Украины Владимир Зеленский об этом говорил еще летом, если я не ошибаюсь, американскому телеканалу NBC, да, что Россия вывезла 200 тысяч детей. Но, да, это такие, да, и организации всякие гуманитарные, приорганизации Объединенных Наций тоже об этом говорили. Но на этой неделе вышла абсолютно официальная публикация Ельского университета. Представьте себе, в Ельском университете, вот я просто смотрю, потому что я весь доклад читал, он 34 страницы, он непростой текст, но все равно. И это доклад именно о похищении украинских детей. Да, систематическая программа России, извините, я перевожу прямо с английского, имея в виду, что русский у меня не родной, может получиться, в общем, не всегда очень элегантно. Это, значит, систематическая программа вывоза и перевоспитания и усыновления детей Украины. Это исследование при Ельском университете. Ель – это третий самый древний университет в Соединенных Штатах, он основан в 1701 году. Значит, это известный университет, и при нем есть школа общественного здоровья. Да, ну, нам до этого еще далеко, ну, паблик хелп, да. И у них есть гуманитарная лаборатория. Так вот, Государственный департамент Соединенных Штатов заказал исследование, именно эту, вот именно эту историю с детьми. И они ее исследуют уже с самого начала войны. И они используют все данные, естественно, открытые данные, они созваниваются с людьми. Они, естественно, в контакте с украинской стороной. А они, у них есть сателлитные, они использовали даже сателлитные съемки. В общем, доказано, точно, там уже точно, 6 тысяч. Да, Владимир Зеленский говорил 200 тысяч, а здесь уже 6 тысяч точно установлено. 6 тысяч детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет размещены как минимум в 43 институтах такого родного института, называемый это институт, в принципе, таких лагерях, да, я даже не буду говорить пионерских, просто в лагерях, минимум их 43, от Крыма, самый ближний, до Магадана, самый дальний. Представляете себе, Магадан, украинские дети и Магадан. Значит, и они тоже говорят, они исследователи, это команда, потому что Госдеп это считает своей информацией. Это Госдеповская программа, то есть это Министерство иностранных дел Соединенных Штатов. И, значит, и 6 тысяч установлено, 43 эти лагеря установлены. И в самой преамбулю говорится, что, конечно же, существенно больше детей и, возможно, существенно больше вот таких лагерей. Просто они смогли за год установить точно фамилии и так далее, и так далее, истории, да, 6 тысяч детей и те местности, куда они были дислоцированы. Значит, это перевоспитание, оно на разных уровнях, потому что мы понимаем, что это разных возрастов ребята. Значит, от, естественно, пропагандистского, российского воспитания, культуры, интерпретации истории нынешнего кремлевского руководства. Да, вот все это преподается. Плюс с возрастом, да, как возраст повышается, появляется уже и военная подготовка. Да, да, то, что было еще в Советском Союзе, начальное военное, что-то там это. Вот, и, конечно, инструкторы у них – это ветераны российские всяких там войн. Всяких войн – это, значит, Афганистан, это, значит, Чечня, это, значит, вагнеровцы со всей своей историей там в Сирии и в Африке. Вот эти люди преподают детям, вот как надо воевать за Россию, и я не знаю, говорят ли они против Украины или нет, но, в общем, надо воевать за Россию. Они пытаются превратить украинских детей в патриотов России. То есть, как сказал Госдепартамент на этой неделе, представитель Госдепартамента, похищение детей – это попытка лишить страны будущего. То есть, с одной стороны, они бомбят всю инфраструктуру, да, то есть и энергетическую, и транспортную, с другой стороны, они вот похищают детей, пытаются перевоспитывать, то есть лишают Украины будущего. То есть, вот это есть российская стратегия, вот это есть часть этого геноцида. Да, сейчас это официальная новость, она не оспаривается. Этот доклад, доклад, вот это такой первоначальный доклад, да, я думаю, они будут продолжать, я уверен, что они будут продолжать. Да, этот доклад, он, во-первых, он дает перечень, да, я вот это, что очень важно, кто ответственен за это, да. И вот есть целая, вот я вам даже ее покажу, есть целая, целая вот схема, как, кто и как принимает решение. Вот если я вот так вам, да, вот это схема, да. Значит, все начинается с Путина, да, его там, значит, министр образования, есть Сергей Кириенко, да, который заместитель главы этой администрации президента, ну, президент тоже в этом участвует, да, это Мария Львова-Белова, да, потом местные власти региональные, которые в этом участвуют, естественно, и потом есть представители так называемых ДНР, ЛНР, которые тоже в этом участвуют. В принципе, из этих людей, да, очень многих нету в списке санкционированных, да, только, по-моему, один человек санкционирован, это Мария Львова-Белова. Все остальные не под санкциями, сейчас, возможно, они будут под санкциями. Значит, то, что президент Путин за этой программой следит лично и очень тщательно, это уже установленный факт. То есть, вот я говорю, что вот это вот есть часть этой большой программы геноцида украинского народа и Украины вообще. Вот это вот, ну, это нельзя назвать событием, потому что событие – это публикация. Ну, публикация, знаете, в сравнении там с землетрясением – это невеликое событие. Но для меня вот эта информация, она реально меня впечатлила, потому что, ну, извините меня, я скажу сейчас очень грубо, вот сейчас только не… Я скажу очень грубо, ну, я приношу извинения. Значит, вот сейчас только не хватает над этими детьми проводить медицинские эксперименты, и тогда вы, вот тогда вы уже будете объявлены нацистами. Вот, вот точно. Да, то есть, ну, но похищение детей… Савик, а дело в том, что вот я хотела, я хотела и отреагировать, я хотела сказать, но только из-за одного этого факта, у кого могут еще возникать какие-то сомнения, что Путин, его режим, сегодняшняя Россия – это абсолютно нацистское государство. То есть, вот они лагеря, вот они эксперименты над человеком, это эксперимент над человеком, вот он эксперимент над ребенком. Да, над психикой его, конечно. 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 Подождите, Савик, более того, то, что вы сейчас сказали, я бы так и не торопилась, вы знаете, я бы так и не торопилась говорить, я сейчас грубо скажу, а мы не знаем. Не дай бог, но они могут дойти и до экспериментов медицинских, мы не знаем, что там происходит. То ли это только над психикой, и детей психологически они подвергаются там насилию, то ли они что-то еще делают. Это же, ну, вот сама история людей, которые могут взять, отнять, украсть детей у родителей, перед этим они, кстати, детей, перед этим они, кстати, этих родителей, скорее всего, либо убили, либо вообще растерзали, да, и отняли, и украли этих детей. Так что дальше они с этими детьми могут делать? Да что угодно. Ну, Путин просто какой-то маньяк. Ну, да, верно, верно. То, что вы говорите, верно. То есть, слава богу, что в Украине есть, по крайней мере, один человек, Ирина Верещук, которая этим занимается непосредственно, но я думаю, что и она рассказывает сама такие вообще чудовищные истории, как дети становятся седыми за одну ночь. Да, но, в принципе, конечно, Украина должна об этом задуматься очень серьезно, потому что это огромная проблема. Это огромная проблема для будущего, да, то есть вывоз детей. Вот, да, и это, конечно, доказательство. Но не случайно ли, если вот вы правильно говорите, что мы не знаем, что с ними делают? Да, мы же не знаем, да. Но тот факт, что новость об этом докладе и его изложение опубликовали буквально все средства массовой информации. Ну, все, вот реально все, да, вот как будто, будто, вот, ну, я не хочу там говорить о плохой, конечно, пример, ну, или параллель плохая, да, но как 24 февраля, да, вот все, да, вот тут тоже все, то есть и Европа, и Америка, и СНН, и МВС, и вот вы придумаете итальянские газеты, французские, все, абсолютно все. Потому что похищение детей и перевоспитание детей, да, это трогает каждого человека в Европе, вот каждого, потому что это понимает каждый. Вот это каждый. Отобрать ребенка у родителя и, в общем, похитить, его перевоспитывать, это, конечно, это преступление перед человечеством и перед, да, ну, в общем. Это большое военное, человеческое и всякое другое преступление. Огромное. Славик, я хочу с вами дальше вот пройтись по самым важным заявлениям и событиям, по новостям. Я думаю, начнем мы сегодня с Виктории Нуланд. Она сделала вчера ряд заявлений резонансных. Вот, в частности, она сказала, что США считают, что Украина никогда не будет в безопасности, как минимум, без демилитаризации Крыма. Ну, как минимум, я думаю, что как минимум до демилитаризации всей России, то есть я думаю, что Крым – это недостаточно. Плюс? Ну, потому что Харьков к Крыму не имеет никакого почти отношения и, знаете, из Белгородской области обстреливается так, что мало не покажется. Поэтому я думаю, что вся, то есть нет, я не думаю, что это Крым. Я думаю, что вот демилитаризация всей России. Вот это я думаю, что тут нету одного конкретного региона, который должен быть демилитаризирован, и тогда будет мир. Нет, 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 нет. Нет, мы же понимаем, слушайте, ну, я понимаю, что исторические параллели, знаете, они такие очень опасные. И не всегда понятные. Но вот если мы возьмем Первую и Вторую мировые войны, да, они же пошли подряд, да, кто-то даже считает, что это одна большая война с перерывом, да, началась в 14-м, закончилась в 45-м. Тут то же самое, да, мы можем получить, вот если говорить, что мы будем демилитаризовывать только Крым. Ну, это так, я не то, что я отвечаю, ну, напрямую, я говорю в общем. Проблема в том, что, скажем, даже если вот Украина доходит до границ 91-го года, и они отходят, да, потом им придется серьезные репарации платить, потом им придется, у них замороженный резервный фонд валютный, да, и так далее, и так далее. Вот, они будут унижены еще и финансово, как Германия может быть после Весальского мира. Может, понимаете, это же может такое произойти, да, и новая уже, то есть сейчас, скажем, фашистская Россия, а там она уже станет реально нацистской, да, и начнет второй этап, то есть Вторую мировую войну. То есть еще раз пойдет на Украину, да, ну, это же, да, восстановит ВПК, восстановит то, восстановит это, сделает такое военизированное государство России и пойдет на Украину еще раз и на Балтику, на Балтию и куда угодно. То есть, поэтому это проблема серьезная, надо ставить вообще демилитаризация России, денуклеаризация России, это, да, потому что они ведут себя безответственно, это в этом проблема, они безответственно. То есть, вы понимаете, вот, 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 смотрите, вот есть книжка вот такая, да, я когда ее купил в семнадцатом году, я, я думал, что это, это автор, это генерал британский, он был заместителем главнокомандующего войск НАТО в Европе. Значит, вот, 2017 год, война Россия-НАТО, и он предполагал, что Россия начнет с Балтии, ну, Россия начала с Украины. С Украины, да, да, но, вот он цитирует, к примеру, самая первая фраза, вот самая первая фраза, да, цитата, да, Марк Милли, да, сейчас Марк Милли для нас это как Бриджит Бордо, да, то есть, ну, мы все знаем Марка Милли, это как порно секс-звезда, я не знаю, да. Вот, а, значит, Марк Милли в пятнадцатом году, когда он еще не был этой звездой, да, вот, в пятнадцатом году его спросили, кто главный стратегический противник Соединенных Штатов. Он сказал, главный стратегический противник Соединенных Штатов это Россия, потому что это единственная страна, у которой есть арсенал для уничтожения Америки. Вот это был его ответ в пятнадцатом году, значит, они прекрасно понимали, что Россия это для них, это для них потенциальная огромная проблема стратегическая. Ну, вот сейчас все, все, сейчас все видно, сейчас все понятно, сейчас уже нету никаких, все, все карты, все, все на столе, все раскрыто, все понятно. Поэтому, я думаю, что, ну, он немножко оптимистично на это смотрит. Я продолжу цитировать ее, она сказала, что военные базы России в Крыму являются легитимными целями для вооруженных сил Украины. Ну, собственно говоря, это в рамках дискуссии, о которой мы все время говорим, а на Западе она постоянно, да, бурлит о том, что, как же давать Украине дальнобойное оружие, мол, она будет стрелять уже по России, а не только по территориям своим, которые она освобождает. Савин, вот как вы считаете, к чему в итоге на Западе эта дискуссия приведет? Слушайте, я думаю, что она никуда не приведет. Она приведет к участию военнослужащих НАТО к войне в Украине. Вот к чему она приведет. Да, потому что, то есть, ну, если Россия мыслит как средневековая страна, если Путин мыслит как средневековый, я не знаю, монарх, император, царь, кто хотите, да, вот как хотите, то и нам, нам надо мыслить так, иначе мы их не победим, да, мы с наших, понимаете, с высоты наших моральных ценностей сейчас говорим о том, можно что-то в России разрушать, нельзя, да, а они эти средневековые, вот эти варвары, да, у них этих вопросов нет, да, они посылают в Украину все, что у них есть, да, бум, там, не знаю, снаряд, который там изобретен, то есть, то есть, поставлен на производство где-нибудь там в 60-х, не важно, бум, в жилой дом, куда угодно, в детсадик, ну, попадет в какую-нибудь нефтебазу хорошо, электростанцию еще лучше, а попадет в людей, ну, и хрен с ним, вот это средневековые люди, значит, с ними надо воевать по средневековому, глаз за глаз, понимаете, глаз за глаз. Я не сторонник этой абсолютно вот этой вот, вот этой философской позиции, да, глаз за глаз, но тут надо воевать глаз за глаз, потому что это варвары, значит, сказать, что можно ли бомбить базу, откуда летят ракеты в Украину, да, ну, мне кажется, это наивно, да, то есть, это реально наивно. С ними надо воевать с той же ментальностью, с которой воюют они, то есть, с одной разницей, жалеть своих солдат и своих людей, чего они не делают, потому что им это, их это не касается, как бы их это не волнует. Но беречь людей и именно нанося удары по российским позициям на территории Российской Федерации, а Крым не есть территория Российской Федерации, но Крым по международным законам есть территория Украины, поэтому Украина имеет право, да, в конце концов. Да, это нехорошо стрелять по собственному населению, это точно, и по собственной территории, это нехорошая вещь, но когда ты оказываешься в той ситуации, что перед тобой средневековый варвар, да, ты не можешь вести себя, как, не знаю, как интеллектуал 21 века, да, ты должен все же тоже превратиться во что-то средневековое и начинать мыслить так же, как мыслят они, отвечать им прямо вот глаз за глаз, и тогда они, может, что-нибудь поймут, да, потому что другого выхода нет. А если мы к ним относимся цивилизованно постоянно, и мы постоянно задаем себе морально-этические вопросы, да, вот, а они даже не знают этих слов, не то, что они вопрос, возможно, сформулируют, да, они даже этих слов не знают, то тогда, ну, надо тогда, да, глаз за глаз. И поэтому, я вообще, любая военная цель на территории Российской Федерации, есть абсолютно, абсолютно целесообразная совершенно цель, простите за игру слов, да, для украинских, для вооруженных сил, несомненно.